Доброе пятничное утро, ну не совсем доброе, дождливое пятничное утро. У нас прямой эфир, телефон в студии 6510996. У нас в гостях гость Олег Рыбальченко, руководитель проекта Школы Трейдера, компания Лор. Олег, доброе утро. Да, доброе утречко, даже бодрое утро. На самом деле, хорошее утро. Почему оно? А ну, расскажи, поделись с радиослушателями. Да, это как раз вопрос, который очень многих людей волнует, как восстанавливаться от торговли и так далее. Нужно просто радоваться жизни, нужно радоваться каждой мелочи. Сегодня меня, например, очень обрадовал дождь. Он такой спокойный, смывает весь негатив, расслабляет. А вот, понимаешь, теоретически это как трейдеру сказать, покупай тут. А почему? Вот как научиться радоваться жизни? Как научиться радоваться жизни или где покупать и почему? Нет, это будет следующий вопрос. Как научиться реально радоваться жизни? Как радоваться жизни? Я своим ученикам иногда задаю такое домашнее задание, когда я их обучаю трейдингу. Я говорю, вот сегодня ты пришел на занятие, напиши, что ты заметил с утра хорошего. Потом это тренируется, умение тренировать глаз, находить красивые, хорошие моменты. Где-то птичка спела, где-то увидел красивую девушку, где-то увидел улыбку. Это же позитив заряжает, классно. Да, к сожалению, ты понимаешь, что теоретически все понимают, это как торговля. Теоретически все понимают, все прочитали кучу книжек, а практически, когда садятся торговать, вообще делают абсолютно наоборот того, чего им их научили. Да, действительно, есть такая проблема. В основном я тоже насчет этого очень сильно мучился, действительно рассказывал, как, что. И мои ученики делали не так. Я думал, в чем проблема? Оказалось, действительно, нужно уметь правильно донести информацию. Один человек одно воспринимает, другой другое. И из недавнего самый яркий пример. Муж, ой, то есть брат моей жены, он курит. И он недавно у нас гостил, а жена у меня уже вот животиком, и в августе сына жду. Поздравлять заранее нельзя, поэтому у тебя пригласим в следующую передачу. Так вот, и он курит, ее это раздражает, ей это не нравится. Она ей постоянно говорит, не кури, это вредно для твоего здоровья и так далее. Все мимо ушей, все мимо ушей, все это проходит. И я с ним сел, поговорил, и я понял, что для него курение — это, например, развлечение. Для него больше важно в жизни развлечение, вот такой кайф по жизни такой. Для него это важно. Я сказал, слушай, вот если ты будешь курить, ты не сможешь, например, на велосипеде в дальнейшем покататься, в гору какую-нибудь зайти, куда-нибудь попутешествовать не сможешь. Не сможешь наслаждаться жизнью даже... Сколько ему лет? Ему 36. Ты хочешь сказать, что он до этого не знал этого? Ему не так говорили. Ему говорили с точки зрения здоровья, а ему это не важно, абсолютно не важно. А ты вообще не думал, может, действительно, можешь психотерапевтом стать? Я сейчас хожу на... Там, кстати, гораздо больше денег сейчас очень модного, знаешь, когда... Я тебе реально говорю, когда едешь на Рублевку, понимаешь, у психотерапевта есть один большой плюс. Тем более, вот я смотрю у тебя, можно научиться слушать. Знаешь, как в Америке психотерапевт. Ты приходишь на психотерапевтический сеанс, образно там это час. Стандартно, это 45 минут. Обычно это 43 минуты слушать и 2 минуты говорить. Ну и что ты ему сказал? Так вот, я ему сказал, что да, действительно, ты теряешь очень большой кайф по жизни и очень много развлекух, скажем так, ты теряешь. Он так подумал, осмыслил. И сейчас уже все меньше-меньше курит, уже бросает. Это, я тебе скажу честно, жалко, что у нас в эфире нельзя нецензурно выражаться. Я бы сказал, я тебе говорю, как человек, который откурил 17 лет. Я откурил 17 лет, и что бы мне ни говорили, и даже мне сын мой, когда рос маленький, говорил, и жена моя говорила. Нельзя это, нельзя. Я прекрасно понимал. Пока я сам на себе не прочувствовал, я тебе честно говорю. Я начал подниматься там к себе домой на третий этаж, спальню на третьем этаже. И я почувствовал, что это плохо. Но я тебе скажу честно, если бросать, надо бросать. Да. Ванс и форо, очень резко. Все верно. Скажи, расскажи просто, как ты пришел в индустрию. Дорогие друзья, у нас Олег Рыбальченко из компании Allure, телефон 6510996. У нас прямой эфир, позитивный молодой человек. Звоните, задавайте вопросы, пишите. А как ты вообще пришел в трейдинг, как давно это было? Расскажи об образовании изначально, откуда ты вышел. Я своим тоже ученикам говорю, что мои два высших образования, мировая экономика и финансы и кредит, помогли мне слить мой первый депозит. Поэтому это я огромная благодарность. Ты все знал, теоретически. Да, я все знал. Я был там следующим Джесси Ливермором. Все, рынки мои и так далее. Так вот, образование такое, да. То, что нас сейчас учат в вузах, это, ну, на лет, ну, наверное, 40-50 отстало от того, что сейчас действительно есть. Единственное, что, где я вижу более-менее адекватное образование, это финансовая академия при правительстве РФ. Я там одно время преподавал, готовил трейдеров. И мои студенты как раз там заняли какое-то место в конкурсе студентов студенческого трейдинга. По-моему, второе место заняли. Так вот, и там действительно более-менее хоть о теханализе говорят. А в других там теханализ это быстрый рынок. Дело в том, что, к сожалению, когда преподают ценные бумаги, теханалиста это такая дополнительная часть. И когда, к сожалению, говорят о... Я тоже там меня приглашают часто, я и в Руден, и я тоже в академии был, преподавал. И когда тебя приглашают, и ты начинаешь рассказывать, люди, естественно, с такими большими глазами сидят. Но вопрос абсолютно в другом. Знаешь, задача одно — рассказать экономическую составляющую. Там не готовят, к сожалению, трейдинг. Если бы, например, факультет назывался трейдинг, я уверен, они бы учили технический анализ и фундаментал и все остальное. Так, к сожалению, в принципе, такая экономическая составляющая. Кстати, мы с Миколой в ближайшее время хотим делать такую вещь. То есть настоящее высшее образование — трейдинг. И потихоньку идет, это идет. Ну, Миколы был же, мой такой хороший друг, знакомый. Так вот, значит, как я к этому пришел? Один из учителей, который преподавал у нас рынок ценных бумаг, кстати, ему привет, Владимир Рубенович. Ему огромный привет. Он действительно меня заразил этим делом. И вот такой флешбек назад, я вспоминаю все свои ситуации, которые привели меня к этому. И эти все ситуации маловероятны. Самые маловероятные ситуации, которые у нас происходят в жизни, они очень часто сильно дают эффект по жизни. И что меня бы натолкнуло, я читал одно время журнал «Вокруг света», и там была рубрика «Рекомендуемая литература». Я ее все время пролистывал. И тут как-то я прочитал весь журнал, мне стало скучно, решил открыть этот номер как раз вот в эту рубрику. И там была книжка Джесси Ливермора «Воспоминания биржевого спекулянта». К тому времени это как раз был где-то ноябрь, начало ноября, скоро сессия. Я думаю, ну, по рынку ценных бумаг, почему бы не подобрать дополнительную информацию, подковырять. Плюс еще совпало с тем, что у меня 7 ноября, в красный день календаря, день рождения. И я сказал, ну, я сам не куплю себе эту книжку, но хоть знакомые мне подарят на день рождения. Ну, я попросил знакомых, они мне подарили, и вот пошло, поехало, понеслось. Меня очень воодушевила эта книга. Сколько лет назад это было? Наверное, где-то 2003-2004 год. Сколько, 7-8, 8 лет назад примерно так вот. Примерно так, да, прочитал, воодушевился, начал это все изучать, преподавателей мучить. Соответственно, я думал, что те знания, которые я получил в УЗИ, я все. Джесси Ливермор, следующий. Как минимум. Как минимум, да. Ну и вот, и, конечно, первый опыт, он, как всегда, такой, самый веселый. 2008 год пошел. Ты начал в 2008 году? В 2006, где-то в 2007, я точно не помню, по-моему, в 2007 год. И весь год Роснефть я купил и думал, ну все, я инвестор, купил Роснефть там по 216, что ли. Она 218, 216, 220, так полгода и ходил. Я сидел, думал, ну портфельный управляющий, что он должен, выдержка, да. Да, досидеть, высиживать. Да, 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 досидел до последнего, ну досидел в 2008. Было весело. Это такой волшебный пинок, который у меня, я все время говорю своим ученикам, что до 2009 я неосознанно торговал. После 2009 с мозгами уже. И весь 2009 год, это по 3-4 часа, там, бывало, по 5 часов спал, книжки читал, изучал торговую систему. Когда тебя взяло где-то 2 года, чтобы ты начал соображать. Да, можно сказать так. Ну это просто, я почему вытаскиваю эту информацию, потому что я с первого дня людям говорю, люди делают очень быстрые выводы. Например, там, через полгода, вот у меня не получается, или у меня получается, или я крут. Я всегда говорю, что после года можно только задуматься, как прошел этот год, чтобы сделать какие-то выводы. Потому что самая большая проблема, люди приходят и хотят вот этих резких результатов сразу там. Всего и сразу, лучше вчера. Да, а не дай бог, не дай бог, в начале, знаешь, немножко получается. Ну все. Дорогие друзья, у нас перерыв на короткий новостной обзор. Напомню, у нас в гостях Олег Рыбальченко из компании Allure. 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир. Также на Finam.fm можете задавать вопросы в интернет. Мы будем отвечать на них. Еще раз доброе утро. В гостях Олег Рыбальченко, руководитель проекта школы трейдера компании Allure. Телефон 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир. Чем ты эти два года занимался? Знаешь, такой волшебный пинок, конечно, кризис мне дал. Ему огромная благодарность. На самом деле, я считаю, что кризис это очень хорошее явление вообще в жизни, в экономике, везде. Китайцы говорят, кризис это возможность. Да, все верно. Поэтому кто-то видит возможности, а кто-то сидит и плачет, какой ужас. У меня даже на некоторых презентациях есть там слово такое, фраза очень важная. Кто-то катит мира, кто-то бежит рядом и кричит. Ой, куда же катится этот мир? Поэтому в каком лагере ты? Вот это вопрос. И действительно вторым волшебным пинком был социальная сеть Камон.ру. Всем участникам большой привет из Камона. Там очень много друзей я приобрел, очень много хороших знакомых. И через этот же Камон я вышел на людей, которые меня начали обучать. Соответственно, мир не без добрых людей. И если человек считает, что все люди злые, он и получит этих злых людей. У нас прямо в эфире есть звонок. Максим, доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, Александр Михайлович. Вас беспокоит Максим с Ростова-на-Дону, Ростов-трейдер, который постоянно пишет вам в скайп. Я хотел бы пользоваться таким случаем, передать привет вам и Олегу. Вам бы хотел выразить благодарность за ту отзывчивость, что вы такой человек, которому постоянно пишет скайп. И на программу вашему менеджеру пишет, чтобы приглашали таких людей, как Олег и других людей рекомендовал. То есть вы отзывчивый. Вы видите, спасибо большое за теплые слова. Видите, то есть конкуренция должна здоровой быть. К нам приходят все. И этот мир не поделен на части, чтобы кто-то им управлял. Да, вот пришел звонок. То, что попросили пригласить Олега, который ведет школу трейдера. Конкуренция должна быть здоровой. Люди должны знать, что там есть много людей, которые умеют обучать. И каждый будет выбирать себе подобных. Ну, как Олег правильно только что сказал. Если есть возможность помочь, вы знаете, мы стараемся. Да, всегда вы открытый человек. И поэтому хочу вас поблагодарить за то, что вы приезжали к нам в Ростов. Много чего вы бесплатно показали. Хоть вас там много где что троллят, но, понимаете, очень было, как я вам уже описал, просто на смарт-лабе выложить фотографию, как у вас на семинаре. Просто люди как по вас лежали. Просто негде было пройти. У нас действительно, постоянно Ленин, у нас действительно была очень смешная ситуация в Ростове. У нас не хватило 100 посадочных мест, и люди лежали на полу. Это была гостиница, и там был карпет, люди лежали до полу. Да, действительно. Но я очень много информации даю, как на бесплатном семинаре, чтобы люди видели, что пришли, что не все бывает за деньги. Кстати, вы получили в Ростовском офисе, да, информацию? Да, получил. Все отлично. И хотелось тоже сказать так, что вы просто очень много даете информации, которая бесплатная. Олег, я уже краснеет, я краснеет начинаю. Знаешь, у нас у евреев не принято, когда нас хвалят постоянно. Спасибо тебе. Спасибо вам огромное. Всего Ростова огромный привет. Да, всего доброго. Да, это твоя кандидатура всплыла. Нам люди написали, сказали, что хотели, чтобы тебя пригласили в эфир. Мы приглашаем всех, то есть все люди знают, у нас открыто радио, говорят все, что хотят. Кто-то хочет прорекламироваться, у нас абсолютно адекватно с этим. А первые два года, да, и ты после Камона. Значит, в Камоне нашлись люди, действительно, которые мне помогли. Второму моему тоже учителю огромный привет, Сергею Ткачуку. Он действительно... Сергей Ткачук от Радио Финам ФМ, вам огромный привет. Я, кстати, как ты передаешь привет, я тоже хочу передать привет своим партнерам. Сергею Федоровичу, Владимиру Михайловичу, Александру Александровичу, Дмитрию Анатольевичу. Почему бы и нет, да? Еще Анатолий Григорьевич и Гавриленко, если знаешь. Конечно, знаю, да, президент ассоциации, да, и также президент компании Allure. И он... Не только ему, господину Калину. Огромный привет, да. Так вот, и этот человек, Сергей, действительно, из меня сделал человека сначала с большим буквами, сначала человека, а потом уже трейдера. Даже у тебя эволюция была, как у обезьяны. Да, очень так. Как у нас у всех, в принципе. Действительно, это нормальное развитие человека, волшебные пинки такие. И каждую ситуацию в жизни я воспринимаю, как хороший волшебный пинок для развития. Как я вот сейчас хожу на курсы НЛП, очень полезная вещь для каждого человека. Я этого очень боюсь. НЛП? Вот, да, я подумал, откуда у тебя такая вот эта позитивность, ты мне там зомбировать начал в коридоре. Я уже, знаешь, нет, на самом деле я смотрел, для меня это такая страшная штука. Действительно, это как трейдинг. С одной стороны, негативно, очень много негативного, с другой стороны, позитивно, да. Если использовать трейдинг в качестве какого-то инструмента для негативных ситуаций, конечно, это можно использовать. А кто-то использует для позитива. Поэтому я... Ну, если, понимаешь, если это в такой легкой форме, например, я с тобой согласен, что можно перефразировать фразу. Там, мне без тебя плохо, гораздо, конечно, лучше сказать, мне с тобой хорошо. Ну, да. Да, в принципе, что НЛП и проповедует. Это, в принципе, позитивно, потому что я с тобой согласен. Дело в том, что очень многие люди, на самом деле, как бы идут туда, потому что у меня недавно был когда семинар. На четвертом этаже у нас семинар был, а на третьем этаже там семинар НЛПшников был. Но я тебе скажу честно, что они приходили, там просто люди шли как зомбированные. Реально. Да, поэтому это очень сильный инструмент. А еще, ну, а, там не простой НЛП был, а боевой НЛП. Ну, вот, боевой НЛП это плохо. Вот это плохо. Они шли, я тебе серьезно говорю, я понимаю, что я сейчас гнев очень многих людей вызову. Все верно. Но они реально шли, это боевое НЛП, они, знаешь, шли, такое ощущение, что каждому косу они бы всех откосили. Я очень негативно тоже отношусь к боевому НЛП и к НЛП, который используется для пикапа. Это неправильно. Для чего? Для пикапа. Ну, когда парни, используя НЛП, девушек... А, клеит. Клеит, ну да. А что такое, тоже есть? Да, конечно. Есть целые курсы по пикапу, когда парни просто накачивают. Это очень круто. И потом он там в день может по 5-10 девушек только так. Ну, это если физическое состояние позволяет. Ну, да. По 5-10, ты знаешь, как-то это очень круто. Ну, я так, конечно, да, утрировал. А для девушек нет такого НЛП пикапов для мальчика? Вот интересно, я не смотрел. Может быть, и есть. Понимаешь, например, приходишь на какую-то тусовку, там какие-то там мажоры ходят, и ты раз его раз и замажорила. Это вот была такая стратегия у одной девчонки. Я же в Финаме тоже одно время работал. Всем, кстати, привет из Финам оригинального дела. И в одном представительстве очень красиво девчонка работала. И она действительно ходила по клубам, там, знакомилась с парнями. Сразу видно, как ими придавала визитки. Ну, позвони, приходи в офис. Молодец. Вообще молодец. То есть это бизнес-ориентация. Да, вообще красавица. И вот эти два года, да. Про НЛП не сказал, там есть суперпозиция о том, что нет плохих событий в жизни, есть обратная реакция. То есть, если ты что-то неправильно делаешь, тебе придет от жизни ответ, что ты неправильно делаешь, подумай над этим и исправь. Да, у меня вот Сергей Федорович, мой партнер, с которым я очень много лет вместе, его очень люблю, он знает. Передаю огромный привет. У меня доктор биологических наук, и он увлекается буддизмом. И он всегда говорит, что никогда в жизни случайности не бывает. Буддисты не верят ни в одно случайность. Бывает случайность, это закономерность. Все верно. И к чему-то все, ты правильно говоришь, к чему-то все равно это тебя приводит. Ну, давай больше такой профессиональной карьеры. Это у нас на смарт-лабе сегодня нас опять опишут. Знаешь, что мы с тобой не о чем не говорили. Так вот, ну что же, давай какой-нибудь профессиональный вопрос тогда у нас. Давай тогда будем профессиональный вопрос. Давай, значит, почему с 2009 года, как ты считаешь, что к тебе пришло вот это понимание рынка, и ты действительно начал торговать? Что произошло с 2007 по 2009, то есть почему у тебя не получалось, и что ты формировал? И что с 2009 по сейчас? Значит, почему не получалось, и с каким подходом я подходил в 2007-2009 год? Я подходил, во-первых, по устаревшим данным, да, то, что в вузах преподают и так далее, всякие портфели марковица, которые уже давно не работают. И нужно практические знания. То есть теоретические знания — это одно, а практически совершенно разные вещи. Поэтому я больше практик, преподаю практические вещи. Я не особо люблю воду и теорию на своих лекциях. Вот только практика. Соответственно, нужно набирать практические знания. Я был без практических знаний, у меня не было опыта, и огромная еще ошибка была в том, что был капитал довольно-таки большой. Каждого человека есть свой психологический порог. Барьер, абсолютно верно. Да, я устраиваю даже эксперименты, кому как некомфортно, на каком уровне депозита. Соответственно, очень многие люди приходят с большим депозитом, нервы, и все это сливается. Я вообще любому студенту, от человека, у которого не крупная сумма, до человека, у которого очень крупная сумма, когда они начинают торговать, я всем даю одно занятие. Один лот. Один лот, все верно. Самый минимальный один лот, пусть он научится сначала торговать, а потом уже увеличить. Я сказал просто, Александр Михайлович, как понять, что у тебя получается? Я сказал, если твоя кривая ползет вверх. Да, и вверх. Все верно. И также я своим ученикам говорю, что научись сначала находить правильные и хорошие входы. Как только, я даже квадратик такой делаю для них, 5 на 5 клеток, и он заполняет. Если правильный вход и хороший, он ставит галочку или плюсик. Если плохой, крестик или минус. И в конце вот 25 сделок он сделает, смотрит, сколько плюсиков, сколько минусиков. Соответственно, если он больше плюсов, там, ну для меня нормальная статистика, это 20-23 плюса для ученика. Ну да, мы уже с тобой в коридоре говорили, это, конечно, очень-очень крутые цифры, 90% положительных сделок. Это отдельная тема для разговора. Да, отдельная тема для разговора, и этого можно достичь. Я сегодня, если будет вопрос, мы это обсудим, как этого достигать. Так вот, и как только он доходит до такого уровня, я только тогда говорю, можешь увеличивать депозит потихонечку, аккуратненько. И таким образом, вот этот квадрат, он будет постоянно заполнять, заполнять, заполнять и смотреть, где что, как происходит. Конечно же, каждую сделку нужно анализировать, нужно понять, где твои ошибки, где твои плюсы. Поэтому журнал сделок для новичков я рекомендую, обязательная вещь. Я не люблю. Проблема в том, что ты понимаешь, что уже сделали все в автоматическом режиме. Сергей Силантьев, знаешь, есть такой сервис, да, статистика marketstat.ru. Не слышал никогда? Нет, не слышал, интересно. Но если это один из моих студентов, да, он сделал полностью все, что делается. То есть там журнал статистики полностью ведется, то есть полностью из любой компании, начиная от форексных, заканчивая рыночными, загружаются данные в автоматическом режиме. Ты вводишь только, как была сделана сделка, то есть, например, это уровень пробития треугольника. Описание сделки, да. И потом в конце ты можешь полностью анализировать, тебе показано, сколько, какие часы ты теряешь. Я вообще удивлен, что ты не слышал. Хочу, продал. Да, ты можешь мне позвонить, действительно, ему, Сергею. Там цена вопроса просто реально смешная, 1600 рублей за год или 1800. Это Сергей Силантьев. Сережа, огромный привет. Это мой студент, да, он... Молодец. Уперся в то, он профессионал, профессиональный программист. Вот он ведет журнал статистики. И самое интересное, ты знаешь, что очень мало кто хочет этим заниматься. Лень. Огромная лень. Огромная. Огромная. Ты можешь вот воспользоваться, ты увидишь, то есть там можно посмотреть, в какие часы работы у тебя получается. Например, ты если видишь, что там с 10 до часу у тебя 35 дней из 50 плохо. Да, все верно. Не твое время. Я это больше, конечно, вывел самостоятельно, да, но если есть такой сервис, который... Полностью готовы, вообще автоматически в режиме ничего не надо делать. Дорогие, ты позвонишь, он тебе, кстати, скидку... Дорогие друзья, у нас Олег Рыбальченко, руководитель проекта «Школа трейдера» компании «Алор». Телефон в прямом эфире 6510996. У нас короткий перерыв на новости. Дорогие друзья, мы снова с вами. Олег Рыбальченко с компанией «Алор». Олег, еще раз здравствуй. Да, еще раз здравствуй. Вот 2009 год. Давай будем еще... Да, теперь уже... Конкретика. Конкретика, да. Начало, то есть два года ты там помыкался. Да. Помытарствовал. И вот 2009 год. 2009 год. Один из таких волшебных пинков, который заставляет человека, ну, мотивированно развиваться. Прекрасная книга, ее, конечно, иногда троллят. Это Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Отличная, как правильно жить. Да, да, действительно, она дает такой волшебный пинок для позитивного развития человека. Она мне дала этот пинок. Следующую книгу мне посоветовали Томас де Марк «Теханализ. Новая наука». Обычно эта книжка где-нибудь лежит в самом далеком краю и мало кто о ней слышит. Но на самом деле эта книга воспитывает системное мышление в человеке. Именно восприятие рынка как системы, умение создавать свою торговую систему, умение воспринимать риски, воспринимать прибыль, потери, насколько рынок куда пойдет, попытаться его почувствовать и понять. То есть ты, в принципе, рекомендуешь книги читать? Я очень рекомендую. Потому что я делаю абсолютно наоборот. Я не читаю сам книги, ну, только, в принципе, может, художественную литературу. И не рекомендую читать. У людей просто я... Сложилось так, что, может, у тебя просто устойчивая психика, и ты можешь разложить все по полочкам. А большинство людей, они просто не могут разложить. То есть они читают одно в одной книге, а другое в другое, и они получают просто информацию. У нас в прямом эфире есть звонок. Александр у нас на линии. Александр, доброе утро. Алло, добрый день. Да, доброе утро. Вы в прямом эфире. Рад вас слушать. Очень интересная передача. Я, на самом деле, частный инвестор из Московской области, и хотел бы уточнить у Олега. Следующее. Олег, я так понимаю, вы достигли достаточно хорошего мастерства в трейдинге. Ну, хотелось бы узнать, какие-нибудь планы на будущее, может быть, есть? Ну, если можете про них рассказать, может, сейчас, может, в конце передачи, если вместе вот такое. Мы можем прямо сейчас начать рассказывать. Да, спокойно. Все, да, вопрос закончен. Ну, спасибо, Александр, за вопрос, спасибо за позитив. Значит, действительно, планы на будущее – это когда достигаешь определенного уровня мастерства, начинаешь думать, а зачем, куда, к чему идти вообще, как развиваться дальше. Когда денег уже, собственно, хватает на себя, на какие-то такие нужды бытовые, тогда начинаешь понимать, что что-то в жизни более важно существует. И я сейчас больше работаю над своим фондом. Я создал такой фонд, на котором все ошибки трейдеров, я видел, сколько ученики мои ошибки делают, сколько разные люди, как они сгорают, перегорают. Все эти ошибки я проанализировал и создал фонд, в котором многие эти ошибки я исправил. Я же не хочу сказать все, все ошибки невозможно исправить. Но многие ошибки можно нивелировать, и вот этот фонд, он сейчас создан, в котором я обучаю инвалидов. Сейчас у меня группа есть ребят, которые готовы работать, и действительно, работают они шикарно. Я вам скажу, что это… Надо больше, чем другим. Да, да, действительно. И результаты у них очень шикарные. И я сейчас, да, действительно, ищу инвесторов для этого фонда. Там нужны довольно-таки крупные суммы, потому что вот эта команда человек 20, им нужно хотя бы лимитов по 300-500 тысяч, чтобы они нормально работали. Трейдеры? Трейдеры, конечно. Все это происходит. То есть 300-500 тысяч рублей? На каждого. Вот не такие большие деньги, 10 миллионов рублей. Ну вот. Я уверен, что если ты поговоришь с господином Гавриленко или с Калиным, что такое 10, тем более я знаю, что в свое время в компании Allure, компания практиковала во многих городах, были офисы компании Allure, очень удачные офисы Уфа, Екатеринбург, я знаю это 100%, где действительно были офисы, которые давали людям деньги. Почему бы им не дать деньги тебе на это? Это возможно. Это не такая большая сумма. Это не такая большая сумма. Сейчас просто Allure очень сильно развивается, и очень много интересных проектов, я тоже в них участвую, я некоторые проекты тоже веду, не только школу трейдера. И я вижу, что там деньги более нужны. Поэтому я сейчас больше это развиваю как частную, так и инициативу. Хотелось бы, чтобы это в частном порядке происходило. Соответственно, если кому интересно, welcome, всегда рад пообщаться. Скажу так, сейчас эти ребята в среднем показывают по 1-2% в день стабильно. Ну, сейчас уже очередь будет стоять. Поэтому, кому надо, обращайтесь. Вот такие планы. Я хочу, чтобы этот фонд рос, и в дальнейшем большинство людей с ограниченными возможностями по России не жили на подачке государства, а нормально зарабатывали нормальные деньги. Да, тем более трейдинг, он совсем другие вещи предпочитает. То есть не имеет значения, там, сидишь ты, ходишь или нет. Сможешь спокойно сидеть и делать свою работу. И вот такие у меня планы на будущее. Действительно, вот такое развитие такого фонда. А тогда другой вопрос. Вот пришел опять же 2009 год. Да, продолжим про наших баранов. Значит, Томас Демарк, там есть шикарные некоторые теории, которые очень шикарно работают. То есть я точно знал, где будет цена. Я не знал, когда будет, но точно знал, где будет. И это одно время действительно породило такое возвышение над рынком. Я чувствовал себя просто богом рынка. И рынка достаточно большой ремень, чтобы отшлепать каждого. Была прекрасная такая фраза. Ну и рынок показал, когда надо, что надо. И таким образом снова слив был, там, 30% практически. Я понял, что одной теорией нельзя ограничиваться. Начал изучать разные торговые системы, разные книжки, спрашивал у людей, пытал у людей, можно сказать так. Изучал. Я, да, действительно, какой-нибудь найду торговую систему и прогоняю ее на графиках. В том же MetaTrader есть прекрасная кнопка F12, которая показывает следующую свечку. Ты просто ставишь, отгоняешь график на 2006 год и прогоняешь свечка за свечкой эту торговую систему. И так я прогонял весь 2009 год все книжки, все теории, практику и сформировал какое-то определенное свое мнение, свою торговую систему, которую, да, действительно, сейчас преподаю своим ученикам в своем проекте. Это, да, это труд. Это огромный труд. Хорошо, такой вопрос. Ну вот давай возьмем там выпускников. Какой процент выпускников остается? Вот это интересный вопрос. Значит, первое, с чего я начинаю вообще в развитии трейдера, чтобы он стал в первую очередь человеком. Мы очень редко, когда умеем собой владеть. Вы представляете, как вот человека в 30 лет начать пробовать переделывать? Да. Да, это очень интересный процесс. Это практически невозможный процесс. И вот мне 41 год, и я тебе скажу честно, что даже 15 лет назад ты бы ничего со мной не сделал бы. Все правильно. Когда мне было 25 лет. Я прошел просто компанию, в которой было, прошло где порядка 15 тысяч трейдеров, да, у нас было тысяча человек на одном этаже. И я заметил одну вещь. Вот человек приходит, у него с самого начала, например, есть какая-то проблема, но через три года остается точно такая проблема. Крайне редко, практически невозможно, чтобы человек действительно поменялся. Невозможно. Ну, это, опять же, убеждение. А не убеждение я видел просто в цифры, понимаешь? Я видел, да, это, кстати, Фрейд еще говорил, что после определенного возраста, обычно это возраст, по-моему, или 12, или 14 лет у мальчиков, и у девочек чуть-чуть раньше, человек практически невозможно изменить. Все верно. Практически невозможно, я с этим согласен. Человека может, знаешь, как говорят, человека может заставить что-то изменить только обстоятельства. Вот именно. Поэтому я создаю такие обстоятельства, чтобы тело к меня. Например? Плюс, ну, например, человек ко мне приходит и говорит, вот, например, скользящий средний, давай-ка я попробую. Хорошо, пробуй. Мы садимся вместе, прогоняем, он смотрит, да, слушай, это не работает. Я говорю, следующее, хорошо, как работать над жадностью? Да, говорит, я хочу всего и сразу ловить все тренды, high, low, все максимумы. Хорошо, давай попробуй недельку, вот тебе счет, и плюс рядом вот мой параллельный счет. Давай, я буду ловить совсем чуть-чуть, и ты пытайся максимум-минимум словить. Через недельку встречаемся, смотрят, да, слушай, действительно, ловить свои там полпроцента, процент в день, это гораздо круче, чем пытаться максимум-минимум ловить. То есть это такое немножко восточный стиль обучения, когда человек сам доходит до того, что ему надо. Плюс еще, конечно же, очень важная вещь – мотивация. Ну вот я тебе скажу одну вещь, что очень многие люди видят результаты других людей, они знают, что тот человек делает правильно, и ничего правильного не делает. Все верно, потому что они не хотят этого. Я просто тут с тобой еще раз, я тебе просто скажу одну вещь, я тут с тобой абсолютно не соглашусь, потому что я с 2006 года тоже веду людей, и я борюсь, поверь мне. То есть, например, тот же там Леша Майтрейд, у него шикарный стиль, это один из немногих людей, кто понимает рынок, очень хорошо понимает рынок, действительно, вот он профессионал, у него там свои, как говорится, закидоны, он там, да, например, там где-то риск-менеджмент, где-то еще что-то, но он феноменально чувствует рынок, его повторить очень тяжело. То есть человек приходит, говорит, вот я говорю, вот смотри, мы торгуем от уровней, вот, например, посмотри, я тебе даю, да, заходов немного, там, по всем инструментам российским 20-30 заходов в неделю, это, в принципе, многовато, если взять все инструменты. Человек приходит и говорит, я выбрал себе два инструмента, к примеру, там, РТС и пару рубль-доллар, я сижу второй день, нету сделок, и что-то другое опять, он знает, что у другого человека это работает, и он все равно делает по-другому. Знаешь, вот кто, у кого хороший бизнес получается, те, кто просто копирует других, но человек, к сожалению, так устроен, вот в бизнесе, да, кто работает хорошо, вот кто берет и берет, допустим, четкую модель чью-то. Делает ее лучше. Делает ее лучше. Поэтому тут, конечно, очень тяжело. Смотри, Александр, как я еще делаю, я не навязываю свою торговую систему ученикам, никогда. Приблизительно это выглядит так, я рассказываю, какие есть архитектурные планы, как создавать архитект. Создаю базис, фундамент, то есть дисциплина, работа над собой, психологическая работа. Вот опять же, смотри, это красивое слово дисциплина. Как? Что дисциплина? Как? А что такое дисциплина? Задумывался когда-нибудь? Я знаю, что такое дисциплина, я могу дать четкий ответ. Это исполнение конкретных правил, которые ты сам для себя написал. Хорошо, а что является корнем дисциплины? Корнем для меня является исполнение полное повиновения. Полное повиновение. Я немножко поглубже покопал в психологическую основу дисциплины. Единственная такая опора дисциплины — это вера. Соответственно, если ты веришь в то, что это работает, то ты будешь исполнять это. Если ты в это не веришь, то не будешь исполнять. Я тебе скажу еще раз одну вещь. Я прошел все на себе. Когда я людям рассказываю, я не рассказываю какую-то историю. Я был 120 килограмм. Я несколько раз опускался до 100 первый раз, и я не мог пойти ниже. И я бросал. Я очень верил, что если мне будет вес 85, мне будет очень хорошо. И я все равно бросал. Я курил. У меня было громадное количество вредных привычек. Простой пример. Я грыз ногти. Я знал, что это очень неприлично, сидя за столом с девушкой, грызть ногти. Я знал, что это очень некрасиво, очень неэстетично, и санитарные нормы я нарушал все. Но я грыз. Потом я перестал, вроде все нормально, потом я начал опять грызть. То есть слово вера, понимаешь, люди знают, но почему-то, представляешь, до упора, почему очень маленькое количество людей доходит. Потому что сильных людей очень мало. Мало, да. Единицы. Поэтому, понимаешь, просто красивое слово дисциплина, алгоритм элементарный. Откуда пошло слово алгоритм? Алгоритм. Так. Знаешь? Ну, тут разно много интерпретаций. Нет, интерпретация всего одна. Так, интересно. Это в честь арабского ученого Аль-Харезми, который сказал, что такое алгоритм, это последовательное исполнение действий, которые вы себе прописали. Вот сегодня посадите своих 20 человек и пускай 20 сделают алгоритм. Я тебе говорю, я откуда это все знаю. Например, ты, твое обучение образно, ты получаешь за это деньги. Так? Да, небольшие. Не имеет значения. Получаешь за это деньги. Я тоже получаю деньги. Но у меня, помимо этого, есть группа, которые проптрейдеры, которые учатся на мои собственные деньги. Да. Ты не представляешь, что я с ними борюсь абсолютно точно так же, как я борюсь с людьми, которые платят деньги. Все верно. Все он приходит, я ему говорю, вот тебе бумажка называется, как придумал мой партнер. В Америке делают это. СОП, стандартная операционная процедура. Алгоритм по-простому. Да. И скажи человеку, вот выполни пять пунктов. Он все по-разному будет выполнять, либо не исполнить. Все верно. Или скажет, вы знаете, я вот тут выполнил пятый пункт. Все верно. По-разному. Поэтому я им даю фундамент, даю, какие разные есть архитектурные, есть стратегии разные, даю разные кирпичики и рассказываю, как они все работают. И то, какой дом построит каждый из учеников, это индивидуально. Поэтому каждому индивидуальный подход. Я не считаю, что одна торговая система всем подходит. Я в самом начале, да, обжигался, когда вел в начале школу трейдера, всем давал одну и ту же стратегию, говорю, исполняйте. Это неверный путь. Когда ты даешь человеку кирпичики, тогда, когда даешь возможность конструировать свое, он находит свое и находит очень интересные вещи. У меня сейчас ученики очень интересные вещи находят. Один торгует только по Фибоначчи. Только. И он не так строит, как надо. Он не строит от High Nailo. И что самое интересное, я видел его торговлю, он на самых хаях шортит, переворачивается на самых лаях и на индексе РТС. Бывает даже, ну, в месяц спокойно удваивается. Вот таких единиц. Он единиц. Я сейчас тоже расскажу про нескольких студентов, но их единицы. Да. Мы не можем брать всех под одну гребенку. Дорогие друзья, у нас Олег Рыбальченко в гостях. Телефон в студии 6510996. У нас перерыв на новости. Еще раз доброе утро. Это, конечно, такой очень спорный вопрос. Очень долго можно спорить. К сожалению, приходится постоянно сталкиваться с человеческими проблемами. Вот это основная проблема. Потому что, ты же знаешь, ты устойчивый, я устойчивый, еще несколько ребят очень устойчивые. Но обычно люди приходят, вот почему вот все дуплицируют один в один? Почему одни и те же ошибки, да? Одни и те же грабли? Одни и те же. Все верно. Значит, да, действительно, есть единицы, которым трейдинг – это их профессия, их развитие. У меня тоже есть студенты и мальчики, девочки, которые делают 100% вместе. Да, на индексе РТС рублях. Их единицы. Их единицы. И я всегда об этом говорю. Понимаешь? То есть, если я буду рассказывать, что все делают, тогда просто будет очередь стоять на образование. Все заходят. Не может рынок накормить всех, и все об этом знают. Все верно. Такие-таки единицы – это в основном сильные, устойчивые люди, которые… Да, у меня был студент и есть по сегодняшний коллегу огромный привет. Он слышит меня, я уверен, который с первого дня после моего семинара делал ровно все, что я сказал один в один. Он с первого дня зарабатывал деньги. Молодец. Он просто сильный человек. Все верно. Все верно. Поэтому я не говорю, что все прямо научатся, всем будет классно. И это работливый труд вместе с трейдером индивидуально находить его путь. Поэтому у меня там теория где-то месяца два, и практика там почти полгода идет с трейдером. Я индивидуально сажусь, и вместе мы прорабатываем, дорабатываем его систему. Он пробует одно, другое, третье, находит свое. Таких действительно очень мало. Ты знаешь, откуда самые сильные трейдеры получаются? Я тебе просто говорю, как выходить из пропа сам. Когда тебе приходят, дают одну стратегию, ты начинаешь просто вот как косточка, и она бросает мясом. Как вариант. Да. И мне люди, например, за что люди звонят, благодарят? Я просто потом проверяю. Раз в неделю проверяю сделки. Все верно. Все верно. Поэтому я даю, конечно, вот эти косточки. А каким мясом уже обрастает его торговая система, мы вместе уже дорабатываем. Это каждый свое мясо находит. Таких единиц большинство у меня трейдеров, они торгуют, им потом становится скучно. То есть я хочу сказать, что трейдинг это очень скучное занятие. Абсолютно верно. Это очень скучное занятие. Каждый день надо выполнять свой план. Одно и то же. Одно и то же. Монотонно, скучно. Им становится скучно. И первое, что я еще, кстати, обязательно со всеми учениками прохожу, они должны понять, что им надо вообще по жизни. Да. Я тоже самое говорю. Первый вопрос. Мы тут с тобой абсолютно равны и одинаково. Я всегда задаю тот же самый вопрос. Да. Зачем ты пришел? Что ты хочешь? Вот мы с тобой в коридоре начали разговаривать, например, расскажи просто о стиле торговли. Я понимаю, что они у тебя очень простые. Что может сегодня нового кто-то придумать в тренинге? Да ничего. Просто уметь правильно рассказать. Расскажи о своих стилях торговли. Как просчитываются риски, стопы и прибыль? Ну так, конкретный нормальный вопрос. Так вот, у меня несколько стилей торговли. Моя торговая система, она масштабируется от скальпинга до долгосрочки. То есть таймфреймы от пяти минут до недельного. Все это там на всех этих таймфреймах работает. Конечно, свои особенности есть. В основном, именно мой личный стиль торговли, да, он заключается в том, что я делаю одну-две сделки в день, зарабатываю свои 2% и отдыхаю весь день. Это как раз вопрос... Понимаешь, как это просто звучит? Я пришел и заработал 2% в день. И это я доказал как раз на битве трейдеров в Екатеринбурге. Я сказал, что вот моя цель – заработать свои 2% в день с минимумом нервов. То есть я... Там битва шла 2 часа. Я за час делал свои 2% и отдыхал, смотрел приколы, анекдоты, развлекался. Что делают другие? Ну да, смотрел, что делают другие. Ну, как вариант, да. А другие бились за больше. Они там потели, нервничали, бедные ребята. Конечно, мне очень понравились мои соперники на битве трейдеров в Екатеринбурге. Всем огромное спасибо за их участие. Там Василий Алиник был, Тимир Ратифулин и Иван Каштанов. Еще, по-моему, как это был трейдер, опционщик. Но он тоже молодец. Все молодцы. И как раз это исходит из проблемы переторговки и проблемы нервов на рынке. Почему люди переторговывают, нервничают? Почему трейдинг считается стрессовой такой работой? Я считаю, что это не стрессовая работа. Вы просто усложняете сами себя жизнь. Я это ученикам рассказываю, как вот в игрушках есть параметр здоровья, такая полоса здоровья. Представим, что это параметр вашей адекватности на рынке. Не нужно весь день сидеть и вот эту полосу здоровья доводить до нуля практически. Зачем из себя выжимать все соки? То есть не хотите много нервов на рынке терять, не напрягайтесь. Вот в том-то моей концепции, что не нужно сидеть весь день за компьютером, за этими графиками и так далее. Час-два поторговал и хватит. Хорошо, тогда другой вопрос возникает. Ты же понимаешь, что на рынке, тут я с тобой согласен, что не нужно целый день тратить на это. Абсолютно согласен. Но тут маленькое одно. Бывают такие ситуации, как определили? Ты пришел в 10 утра. Так. И рынок закрывается в 18.45 плюс вечерняя сессия. Ну и вечерки мало кто торгует. Вот есть эти 9 часов. Так. Извиняюсь, с 10, да. До 18. Во-первых, это очень долго. Американский рынок работает 6,5 часов. Тут 9 часов у нас. Вот как определить, в какое время приходить? Именно в какое время приходить? В какое время приходить? Ты говоришь, можно там выбрать любые 2 часа. Бывает же такое, что рынок просто стоит. Ты пришел там с 10 до 12, он стоит. Все верно. С 12 до 2 опять стоит. С 2 до 4 опять стоит. Да, все верно. Поэтому на битве трейдеров я даже ожидал, что у меня не будет сигналов на вход. Я вообще ничего не мог бы и ничего не делать. Поэтому это нормальное состояние. Просто сидишь, ждешь своего сигнала. Либо не сижу, не жду своего сигнала. У меня такое, ну правило это для меня, конечно, оно индивидуальное, но не для всех может подойти. Что вот если в самое сладкое время до 2 часов дня ты не смог ничего сделать, то все остальное время отдыхай. И ученикам я также говорю, что иногда не торговать гораздо прибыльнее и эффективнее, чем торговать. Согласен на 100%. Я даже говорю в дополнение, скажу, что самое тяжелое это не сделать сделку, когда ее нет. Я очень сильно хвалю своих учеников, которые вот так вот умеют воздерживаться от рынка, скажем так. Одна фраза, которая действительно помогает воздержаться от рынка. Кто из нас тут раб? Являетесь ли вы рабами рынка? Кто тут главный? Ну хорошая очень, мне нравится. Да, являетесь ли вы. Зачем быть рабом рынка? Мы не для этого пришли. Плюс еще своим ученикам я говорю, что зачем вы пришли-то на рынок? Вы же не пришли сидеть за монитором. Вы пришли, чтобы эти деньги работали на вас, чтобы вы путешествовали, чтобы вы уделяли время своей семье, своим любимым и так далее. Саморазвитию. А вы сидите за монитором. Ты должен понять одну вещь. Ты говоришь это людям, которые могут прям нажать. Очень много людей приходит на рынок с небольшими суммами. Например, человек приходит со 100 тысяч рублей, и ему надо зарабатывать деньги. Понимаешь, ему надо там, как любят говорить у нас, разогнать депозит. Да, да, да. Понимаешь? В принципе, разогнать депозит можно, но это уже удел тех людей, которые годами на рынке. У меня самый большой разгон был депозита за две недели с 50 тысяч до 250. Это на Форексе я проверял как раз свою теорию, что я на евро-долларе либо брал 2 пункта, либо 10 пунктов. У меня только два варианта исхода событий было, теоретически. Соответственно, каким плечом торговать? Вот это вопрос насчет риск-менеджмента. Да, всем сотым плечом. И да, действительно, это привело к 95,8% прибыльных сделок. Остальные лосевые были именно из-за того, что я устал, я перенервничал, я там еще что-то. И вот это самый большой разгон мой был такой. И тем людям, которые хотят разогнать депозит, я советую, идите работать. То есть трейдинг не должен быть основным источником торговли, пока вы не перейдете на спокойную, стабильную торговлю, которая принесет вам то, что надо. Либо, будь добр, исполняй мою торговую систему по 1-2% в день. Извините, 1% в день это 700 годовых. Пол процента в день. Пол процента в день это 170 годовых, это очень круто. Поэтому, либо ты часик поторговал, идешь, занимаешься своей работой и работаешь, либо, извините, лучше уж работать и постепенно наращивать свой депозит аккуратненько, там, среднесрочкой, долгосрочкой. Это нормально. Так вот, стиль торговли. Стиль торговли. Сейчас я больше скальпинг. Торгую интро-дэй скальпинг. То есть 1-2 сделки в день. Трудно назвать скальпинг, да, 1-2 сделки в день. Обычно скальпинг это там 100 людей. С Андреем Берецом общались, гость нашей передачи. Да, Андрей молодец. Да, большая умница. Действительно, ходили вчера на обед, он приходил в гости к нам. Потому что мы затронем эту тему очень серьезно, потому что скальпинг в понятии людей, он, даже в моем понятии, 10-летней давности, это громадное количество сделок, вот это маленькое, по чуть-чуть, оно называется скальпировать. Да. Да, но вот скальпинг, как ты называешь скальпинг 2 сделки в день, вот почему-то как ты можешь назвать скальпинг 2 сделками в день. Это больше, наверное, все-таки интродейт. Интродейт-скальпинг. Есть много видов скальпинга, у меня есть целая лекция по скальпингу, и там действительно много есть разных видов скальпингов. Импульсный скальпинг, по стакану скальпинг, там по теханализу скальпинг, много разных вариантов. Тот, который по стакану, он уже потихоньку умирает. Я это как раз проверил на битве трейдеров, то что вот Ваня Каштанов и Тимир Тифулин, они стаканные трейдеры. Я у них спросил, ребят, вы не перегораете? Они действительно, я одно время это торговал. Средняя жизнь скальпера, вот именно такого жесткого скальпера, три года. Да, очень маленькая. Даже Андрей Берец, когда мы обидали вчера, сказал то же самое, он говорит, что не могу уже такое количество сделать. Просто перегораешь, встаешь. И вот результаты у них были в Уфе, там минус 5% каждый там. Ну ребята сгорели, просто сгорели. И это умирающий вид скальпинга. Тот же скальпинг, который в книжках пишут, там на спредах, он тоже уже умирающий. Давно там роботы уже спреды эти все съедают. Ну у тебя в основном, так я понял, что импульсный скальпинг, да, это если там пробой какого-то канала идет, должен быть какой-то импульс. Да, пробой, отскок. И пробои отскоки торгуют. Практически такие же вещи расскажут на семинаре, плюс еще что-то. Ты знаешь, люди не готовы брать. Вот человек сидит, 200 пунктов, да, и он говорит, я не буду брать 200 пунктов, потому что у меня стоп стоял 300. Вот вопрос, соотношение стопа и тейк-профита. Значит, если быстренько... А, ну у нас времени мало. Это, конечно... Одна минута. Соотношение 1-2 стопа и тейк-профита, это неверная теория, я ее доказываю. Просто подумайте, если у вас соотношение сходить рынку на рубль вверх и на рубль вниз, тот же, там, тот же, например, Бер, да, это 50 на 50. Да, абсолютно. Если вы ставите стоп на 20 копеек ниже, а тейк-профит на 40 копеек, то что чаще будет срабатывать? Конечно, стоп. Конечно, стоп. И поэтому таких людей я, ну так называю, в своей среде овцами. Они один раз обрастают шерстью, потом их несколько раз стригут. Один раз обрастают шерстью, потом несколько раз стригут. Вот это соотношение, оно неправильное. И трейдеру, хлеб трейдера, это находить такие моменты, где вероятность входа и вероятность продолжения твоей сделки 90 и больше процентов. Ты должен уметь находить это. Ну, как минимум, просто брать чашу весов и перевешивать. Все верно. Дорогие друзья, у нас в гостях был очень интересный гость. Олег Рыбальченко, руководитель проекта школы трейдера, компания Лор. Пишите, звоните, интернет открыт. Я уверен, что кому надо, тот сможет найти. Всего доброго, Олег, огромное тебе спасибо. Спасибо вам всем за интересные вопросы, за интересный эфир. Всего доброго, ребята.